Друзья, товарищи, зрители нашего канала и самое главное уважаемые подписчики, которых скоро станет миллион. Мы очень ждем этот момент. Короче, рад вас приветствовать всех на первой серии в 2021 году и на второй попытке снять сравнительный выезд вот этих двух красавцев, Володи и вездехода лесник-турист. Проверить наконец-таки на что способен наш турботрактор или наоборот не способен в компании с уже по-настоящему серьезной техникой. Первая наша попытка получилась неудачной. По погодным условиям выезд получился. Ну, короче, проехали лэпку, неизведанную часть, как посуху. Пару кадров мы сейчас ставим и посмотрите, как это было. И надеемся, что сегодняшний наш выезд получится более удачный. Поедем на наш испытательный полигон, присаживайтесь поудобнее. Мы обязательно тоже присадим вот эти вот две техники сегодня. И всем приятного просмотра. Послушайте это. Как-то так. На дворе 2021-й, но на этом дворе ничего не меняется. Это серенький аккумулятор Варта, на котором все это и дернется. Где плюс, где минус. Вот так. Где компрессор достал? Это диванным экспертам говорю. Сцепление тоже выжил. Да, сбахнул. Погрей свечки. Крути, крути, крути. Друзья, одну из бед мы победили. Володя завелся. До бездорожья доедет. Вопрос, будет ли бездорожье, мы это обязательно сегодня узнаем. Переходим к оппоненту. Лесник, турист, вездеход. Ознакомительное видео было уже на канале. Стоит он 2 миллиона. Шерп. Всеми любимый. Всеми упоминаемый в комментариях. Сколько сейчас стоит? 6-7. Ну, собственно, делайте выводы. Эта техника новая, из новых комплектующих, с новым мотором, с колесами заводского изготовления, на секундочку, не с ободрышими. Которая умеет плавать, которая умеет выходить с воды на лед и, помимо всего прочего, имеет право передвигаться по дорогам общего пользования при наличии соответствующих там категорий в правах и так далее и тому подобное. Я понимаю, что вы с Басей в гараже соберете за сотку лучше по всем параметрам. Кстати, скидывайте в комментариях аппараты, которые обладают таким же набором качеств и стоят дешевле. Мы с Димоном, нам понравилось вообще тестировать подобную технику, с удовольствием будем искать. В надежде, что нам его подарят. У нас есть Володя непобедимый. И пимпочку включил. Ну что, я сел за штурвал сиевого аппарата, а Игорь поехал на тракторе. Вторая. Так, ну что, друзья, уважаемые зрители, первый оффро в 2021 году выставляемся перед спуском крутым спуском. Все замерзло, но, тем не менее, не все. Я смотрю, там... Да, там вообще все нормально. Вот это новость. Видишь, тебя как-то затащило в эту сторону. Просто мы здесь уже проезжали, я как бы расслабленно ехал. Я бы чуть другую траекторию, пониженную. А я еду там, бамбук курю. Все, лебедка. У меня опять Володя на палатке. Я знаю, почему я застрял. Это все Бека. Там, где он застревал, лебедился, особенно в том месте, там даже лесник не мог проехать. Потому что Бека до последнего он копает. Мы думали, зима все промерзло. Да, да. Прям все промерзло. Что за мясо? Что за мясо? Жесть какая-то. Я в шоке. Как он и здесь двигается? Как, почему назад поехал? С ума это что-то нереальное. Как он еще едет? Это вообще законно. Просто колеса в воздухе висят. Он едет. Как это возможно? Я в шоке от этого трактора. В очередной раз. Я буду все время это повторять. Это надо живьем увидеть. Ну-ка, выйдет. Нет, там ступенька такая серьезная. Видимо, нет. Просто спокойно выехал назад, пока я тут провалился. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Давай его лебеднем, он не выйдет. Там такая метр ступенька. Ну да, ему много не надо. Мне тоже много не надо. Я уже весь мокрый. Ощущения в салоне непередаваемые. Там вертикальные перемещения по 2 метра. Специально еду мимо следов беки, потому что он нарыл просто жесть. У него процвет-то не меньше. И он на лебедке, крутя колесами здесь просто вот такие наставил траншеи. Там, где не ездил он, в принципе, Володя едет. Даже в сегодняшних условиях. Как я говорю, тут не сложно. Оно летом здесь не сложно. А сейчас здесь нормально. Даже можно перейти на другую сторону. Тут жестко сейчас будет. Жестко будет. Сто процентов. Да нет, нормально. Там хуже было. Должен доцепиться. Ну, давай. Да-да, выйдет. Офигенно. Да, зацепился. Вот это был крутой проезд, реально на грани. Он зацепился. Володя, краса. Ну, условия сегодня самые лютые на болоте. Самые. Я не знаю, или либо это связано с тем, что сегодня смесь снега с болотом. В конце, кстати, сказалась узость Володи. Я мог протискиваться там, где мне надо. Вот на леснике я так не смогу. Я перебрался в лесника. Колеса спущены. Ноль написано. Мы сейчас пробуем проехать плюс-минус в том же направлении. Понятно, что чисто по следам ехать бессмысленно, потому что там траншей. Ноги у меня еще сухие. Да темна еще час. Сейчас там камера прилетит ему. Нет, не прилетело. Вот какой бортоповорот. Вот на такой местности, где я еще не провалился, у меня есть возможность выставляться вообще по-разному. Как мне угодно. Как в моей тушеньке угодно. У меня, конечно, 30 кельца чувствует по комфорту здесь. Воу-воу-воу-воу! Хрена там вывешивания! У него еще положительная плавучесть. Прямо видно, он всплывает. Я считаю, что этот участок лесник скорее выиграет. Ну давай, следуй, я сейчас покажу класс. Вообще, изи, изи-катка. На литике это изи-катка. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух. Нормально покатались. Болотные дисциплины у нас на этом закончены. Завтра, я надеюсь, у нас будет тряс. А сейчас надо отдохнуть, выпустить пар. Отдыхаю я последнее время за игрой War Thunder. Это военный онлайн-экшен, который получил графику нового поколения. Эффекты снарядов и взрывов полностью переработаны. У вас есть возможность глянуть на масштабную войну по-новому. В War Thunder битвы проходят по всей планете. От африканских пустынь до американских городов. На одной карте могут сражаться разные виды техники. Самолеты пытаются удержать превосходство в небе. Вертолеты прикрывают наземные силы, а танки бьются за ключевые точки. Открываю технику от 30-х годов прошлого века до современности. Каждую боевую машину можно улучшить модулями. Установить динамическую защиту, тепловизор, ловушки для ракет и многое другое. В игре смоделирована настоящая атмосфера Земли, благодаря чему свет, облака, тучи и погодные эффекты выглядят как в жизни. Гусеницы танков теперь имеют физически корректную модель и реалистично рвутся при попадании снаряда. War Thunder теперь доступна не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на консолях нового поколения. Скачать игру можно абсолютно бесплатно, а используя наши ссылки в описании под этим видео, вы получите приятный бонус. Так, пацаны, у нас второй день испытаний. Первый день показал, что Володя лютый аппарат, но, конечно, с вездеходом в его родной стихии, в болоте, тягаться не потягаться. Спускаем колеса на Володе, и первое испытательное место мы наметили вот такое. Заболоченный ручеек со снегом, с рельефом и довольно крутой выезд. Ну а дальше как пойдет. Это было на грани! Это было вообще на грани! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зацеп просто конский! Просто конский зацеп! Продолжение следует... Ставьте лайки! Уши! Уши, Игорь! Мотор глушит! походу каркас не зря делали давай его быстрее на место ставить пока масло не вытекло ну каркас сработал отлично перепутал педали а ты типа на супер понижайке заезжал и каждый раз держал ногу на педали а сейчас я решил ну дай может вот этот момент критичный проскочу на скорости и начался этот момент и у меня уже в голове сидит что это педаль а сейчас-то уже другая передача и другая педаль и я уже поздно ее выжил я уже смотрю но ощущение новое начинаем спасательную операцию сейчас решили его сдвинуть назад чтобы он встал ровно у нас и будем с помощью декомпрессора продувать цилиндры и заводить ну а все нормально, отлично давай попробуем сразу а какая разница это ничего не изменит или ты думаешь, что стечет? да, пусть стечет ну давай оставим да ладно может быть действительно оно через поршневые кольца потихоньку стечет пусть поставит ему кольца не будет нет давай отцепимся я наездеход здесь показывают класс я наездеход так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас мотора не хватило, я соглашусь, это была вторая передача, сейчас включим первую. Ну вот, на первой нормально, уехал. Продолжение следует... Заводи... Ну пускай, наверное... А, Игорь, Игорь! Игорь, стой! Подожди! Там трос забыли отцепить! Трос! Подожди! Игорь, стой! Ну дай я отцеплю! Игорь! 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 Подожди! 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 Ну это не rally! редукторы усиленные выдержали усиленные но хорошо и что я отсюда выехал как-то целый много я на вездеходе попробуем попробуй короче друзья товарищи подписчики которые скоро будет миллиона может быть и полтора уже в следующем видео что хочу сказать по поводу нашего сегодняшнего и вчерашнего сравнения володя как всегда красавчик мощь сэр дизельный мотор тащит но погода чисто помешала володя не растерялся сделал шоу полежал постоял завелся исправен красавчик красавчики также ребята из лесника далее ленину ленину дали вы сколько у нас это вездеход уже наверное месяц третий пошел мы уже в новый год салаты поели поехали весь лес и съездили техника живая техника снимается в сегодняшнем обзоре все красиво спасибо ребятам во первых они не побоялись дать ленину технику это говорит о многом на самом деле потому что лично я не видел ни одного независимого обзора такой как вот мы снимали на шерп допустим на хваленый который вы любите вставить в пример допустим да я леснику который стоит в три раза дешевле кстати говоря 2 миллиона он стоит самый дешевый из подобных агрегатов мы рассказали вам о его плюсах мы рассказали его минус показали места где он не смог показали недостатки борта поворота я надеюсь у меня это получилось так то уважаемые зрители мочите на оффроуд мочите на разные техники мы попробуем находить подобную технику которую вы будете писать в комментариях что она лучше дешевле мы будем рассказывать отдыхайте также после оффроуда садитесь иногда с чашечкой чайку war thunder запустили поиграли отдохнули и на следующий день снова оливье салат и на оффроуд на леснике все увидимся в следующем видосе